На днях одним из пасмурных вечерков на визе екатеринбургские наркополицейские удачно сходили за солью, вовремя постучали в нужную дверь в одной из многоэтажек на улице Ключевской, и их внедренный агент, которого в полутьме, надо сказать, легко было спутать с наркоманом, за порогом предполагаемого наркопритона грамм соленой дури приобрел за пять меченых банкнот тысячерублевого номинала. Позже в ходе экспертизы выяснилось, что так называемая соль наркоманского помола оказалась метилофедроном, одним из самых опасных синтетических наркотиков, который наркоманы в своих кругах называют мифом, магией, а иногда и мяу-мяу. Судя по количеству заряженных и уже пустых шприцев, хозяин предполагаемого наркопритона, бойкий на язык мужичонка сорока годков, успел помяукать со своими гостями, с юной барышней и ее кавалером, успевшим отмотать не один срок за кражи и мошенничество. Общий срок отстеживания, не сочетающий сразу. Последний раз 7,4. Несмотря на туман в просоленной башке, хозяин наркопритона, забегая чуть вперед, уточним, в ходе обыска в его квартире сотрудники полиции нашли более пяти граммов опаснейшей синтетической дури. Отрекомендовался внештатным сотрудникам внутренних органов. И наркоту он якобы внутривенно потреблял для внедрения в наркоманскую среду. Я должен был узнавать контакты, связи, движения, цепочки и продажи наркотических средств. А то, что вы сами употребляете наркотические средства? Я это для маскировки, чтобы внедриться. Для маскировки? Чтобы внедриться, да. Чтобы внедриться. А то, что вот этот шприц вам принадлежит или нет? Скорее всего, да. Вам, да, принадлежит? Да. Какие-нибудь претензии есть по поводу задержания? Били, унижали, что-нибудь подкидали? Нет, не били, не унижали, не подкидывали. У меня ничего нет. Гости Липового, надобного внештатника оказались не менее примечательными персонажами. И, между прочим, 25-летняя барышня в этой грешной Труице была самой порядочной, простодушной и честной. Понимаешь, за что была задержана сотрудниками полиции? Да. За что? За употреблением наркотических веществ. Каких? Муки. А то, что ты продавала, ничего? Не хочешь по этому поводу сказать? Ну, я не мотакана и есть. То, что я продавала ее. Судя по всему, юная наркобрюнетка с потухшим взором еще и никудышней наркострепухой оказалась. Она соль с мукой до сих пор путает. А мукой, из которой добропорядочных блинов никак не испечь, наркоманы называют кокаин и крэ. Впрочем, не суть. Суть в том, что ее то ли ухажер, то ли просто партнер по мяу-мяу, 37-летний уголовник, оказался скользким типом. И еще никудышним кавалером, не моргнув глазом, этот наркозалетчик, подружку свою, в наркоуму-те запросто готов был потопить, чтобы самому всплыть из мутных вод, пусть даже задней точкой кверху. За что был задержан сотрудник? За употребление энергетических средств. За продажу? Не продавал наркотики. Никому ничего не продавал? Нет. И за это деньги взамен не брал? Нет, не брал. Угу. Наркотики сам употребляешь? Да, употребляю. Какие? На ИСК. На ИСК. А твоя девушка продавала наркотики? Ну да, при мне это происходило. Всех троих оперативники доставили в 9-й опт на улице Крылова. И там они, менее изворотливые уже на язык и под протокольную запись, признали, что синтетику ту хранили не только для личного употребления, но и для перепродажи. До судного часа мужики просидят по камерам, а их предполагаемую наркосообщницу пока отпустили домой под подпиской о невыезде. Кстати, более 5 граммов метилофедрона – это очень серьезно. Их свободу не ведет. Век не век, но полвека на троих им явно светит. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. До решения суда мужчины будут находиться под стражей, а их предполагаемая сообщница – под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.